Доброе утро, дорогие онлайн-путешественники. Сегодня я отправляюсь в урочище Вагина. Это примерно 120 километров от Кирова. Сегодня солнечное утро, субботы, и я очень надеюсь на хорошую дорогу. Нам уже написали, что есть вариант, что до нашей цели можно не добраться. А отправляемся мы сегодня в заброшенную церковь в урочище Вагина, которая находится на старом сибирском торговом тракте. Ну что ж, время 7.30. Погнали! Впереди камера на 60. На машине по бездорожью мы проехали примерно 3 километра. Постоянно останавливались и проверяли, все ли там хорошо. Но дальше мы уже дошли. Дальше просто без вариантов, поэтому 8 километров мы пойдем пешком. Не знаю, передает ли телефон, но из этой 60-сантиметровой ямы мы и пошли пешком. До местного назначения нам примерно 8 километров осталось. Иду не совсем налегке, взял с собой одноместную лодку, потому что, возможно, развилась река и попробуем переплыть. Это, конечно, не прогулка по асфальту. Немного взмок от Италан. Ну, нормально пока. Это пока только начало. Ну, а у нас время небольшого привальчика. Мы еще даже, наверное, не прошли полпути. Но по сугробам нелегкая задача. Ну, и мы непривычные, непривыкшие к дальним походам путешественники. Вон уже первые дома видны. Населенный пункт Пашково. Вот такая у нас дорога. Река Турунка. Здесь останки, останки, остатки старого деревянного моста. А, вероятно, тут уже был какой-то мост помощнее. Похоже, лодку мы с собой тащили не зря. Мы уже преодолели немалый путь. Наверное, километров 7 мы прошли. Осталось еще 2. Сейчас в речке пополним наши силы и продолжим. Осталось совсем немного. Ну что же, кажется, не зря. Мы взяли с собой лодку и принесли ее 7 километров по лесам, болотам, снегам. Блин. Не получилось. Чувак, ты что? Че это было? Не получилось. А че? Я даже не понял, как ты перевернулся-то? Ой, так я и правильно, я вон над льдом стоял. Над этим, над карманом, да? Да. Я типа немножко стараюсь держать. Вот, я держу ее. Вот ее уже начинается. Я понимаю, в чем дело-то. Ладно, я не бежу еще на как-то переезжать. Сейчас вопрос-то в чем? Ты хотел проверить? Давай. Че, ты сможешь что-нибудь будущим потомкам передать, которые через 100 лет пойдут по этой дороге? Чтобы брали лодку в с собой? Нет, ты веревку-то перевяжи. Я не могу веревку перевязать. Погоди. Ты только телефон. Не утопите, да? Слушайте, очень быстро стаскивает. Это я тебя придерживаю немножко. Ну что же, вот мы и на другой стороне, не без приключений. Я полностью провалился, но думаю, пока мы идем, я смогу отсохнуть попутно. Отчеркиваю сухоги, что вперед, погнали дальше. Друзья, физическое наше состояние, конечно же, не передать. Я уже не знаю, наверное, километр 9 по лесам и сугробам. Но вот там, вот там уже за теми деревьями уже виднеется наша цель. Вот она, вот она наша цель. Нелегкий, не путь, но мы добрались. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ну что же, вот мы добрались до своей цели. Прогулка была наша, не из легких. Я провалился. Мы добрались буквально 20 минут и возвращаемся назад, чтобы вернуться после этого. Ну что же, друзья, мы уже прошли, пожалуй, по пути назад. Уже нет какого-то особого желания что-то записывать, потому что мы наприваливались в снег. Немного устали. Просто хотел показать, что нам вот попадаются такие следы жизни, что когда-то здесь была жизнь. Было сельское хозяйство, вон там селось на ямы. Вот там жилой один домик, говорит, что там пасечник живет. Но тишина, глушь и тишина. Нам осталось 5 километров. Поскорее бы хочется домой. Чтобы вы понимали, какие дороги. Великий каньон. После такого большого пробега, просто не передать словами, вот этот вкус домашнего пирога с чаем, с лимоном. Сами выжаты как лимон. Садимся в машину. Домой. Я не знаю, как мы вообще согласились туда ехать. Я до последнего момента боялся. Дорога подтаяла. То есть мы вперед еще проехали, все намерзло. И дорога была плотная. А сейчас она просто жиже. И вот я до последнего момента боялся, но мы вот доехали на деревню. Так что нам уже нечего. Нечего бояться. Ну все, мы на твердой земле. Наконец-то я могу выдохнуть. До самого последнего момента я боялся, что мы не доедем. Потому что последние 4 километра за время нашего путешествия дорога подтаяла. Мы просто могли встать в какой-то луже. Но уже выехали. Посмотрите, все по уши в грязи. И мы, и автомобиль. Не знаю, стоило того. Здесь лучше дома сидеть. Но приключения запоминающиеся лучше. Смотрите, как это было онлайн. И дождемся, когда подсохнет. Все. И надо второй раз видеть. Продолжение следует...